1 апреля, в Международный день птиц, в Иванове состоялось подведение итогов конкурса «Эко-кормушек». На протяжении трех зимних месяцев дети делали вкусные угощения для пернатых из ягод, круп и семечек. Конкурс задумывался как городской, но вышел даже за пределы региона. Свои работы прислали ребята из Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. Ребята старались и проявили такую фантазию, на которую мы даже не рассчитывали. Использовали не только семена, не только муку и воду как основу этих кормушек, но и всевозможные ягоды, орехи, сухофрукты и другие вкусности. Конкурс по изготовлению ококормушек, от которых не остается мусора, ни пластиковых бутылок, ни бумажных пакетов, проводится в Иванове уже второй раз по инициативе редакции газеты «Рабочий край». В состав печенья для птиц должны входить безвредные для пернатых продукты. При подведении итогов жюри снижало баллы за использование печенья, гороха, риса и гречи. Для птиц лучше использовать семечки подсолнечника, разные ягоды, семена, трав. И вот домашние крупы, к сожалению, они плохо очень идут, но естественно использовали очень многие пшено как наполнитель основной. И птицы его в небольшом количестве клюют, но все-таки это нежелательная для них печь тоже. Определить победителей организаторам конкурса оказалось непросто. Жюри решило распределять участников не по местам, а по номинациям. Среди индивидуальных участников одной из лучших оказалась работа Димы Уткина «Вкусный дом». Дима хорошо знает, что для птиц полезно, а что вредно. Хлебушек черный, масло, потому что у них могут слипнуться крылышки, а они не смогут двигаться и они могут погибнуть. Делать эко-кормушки Диме Уткину помогала вся семья. О конкурсе он узнал в школе и рассказал своим домашним. Решили сделать что-то необычное. Мы решили сделать валентинку для птичек в виде домика, поскольку птички уже привыкли слетаться к кормушкам в виде домиков. И мы решили сделать такой эко-домик, который можно скушать целиком и без остатка. За участие в конкурсе ребята получили не только дипломы, но и памятные подарки, книги, которые предоставили спонсоры конкурса. Впервые в этом году добрую инициативу поддержала Ивановская городская дума. В подарок главы областного центра Вячеслава Сверчкова дети получили сувениры ручной работы.